Это видео записано для портала Экзегет. Сейчас мы с вами рассмотрим первую главу книги Деяний. Первая часть, с которой мы начнем, это пролог. Пролог занимает первые три стиха, и мы постараемся по возможности извлечь из этих трех стихов максимальное количество полезных для нас сведений. Первое, что мы узнаем из пролога? То, что Деяний Писатель Лука ссылается на свою некую первую книгу. Примечательно то, что он не называет эту книгу Евангелием, хотя сейчас мы знаем, что имеется в виду Евангелие от Луки, который входит в состав Четвероевангелия. Почему он не называет свою книгу Евангелием? Может быть, здесь отразились какие-то личные черты характера Деяний Писатель Луки, который боится приписать какую-то славу себе и, наверное, предоставляет возможность церкви, христианской общине самим решить, что его труд заслуживает наименования Евангелий. Поэтому в прологе он просто и скромно называет это словом «логос», что в переводе с древнегреческого означает «книга» или «трактат». Очень важно и то, что из этих слов мы понимаем, что у этих двух книг Нового Завета один и тот же автор. Пролог написан в форме обращения к некому Феофилу. Сразу следует сказать, что никаких сведений об этом человеке мы не имеем. Кто имеется в виду? Либо просто один знакомый Дея Писатель Луки, которому он пишет свои труды для наставления его вере. Может быть, это общее обращение к некому боголюбивому читателю, потому что имя Феофил означает «боголюбец». В данном случае это неважно, поскольку мы видим, что изначальный посыл этих слов Дея Писатель Луки заключается именно в том, что то, что он пишет, адресовано к сердцу конкретного человека, в том числе и к каждому из нас. В прологе Дея Писатель Лука кратко очерчивает рамки евангельского повествования, которые он писал ранее. О всем, что Иисус делал и чему учил от начала. В данном случае выражение начала, оно очень верно подмечает особенность Евангелия от Луки, поскольку евангелист Лука не начинает повествование сразу с события Рожества Христова, или, как, например, евангелист Марк с повествования об общественном служении Иисуса Христа. Он пытается проникнуть максимально вглубь истории и начинает свое Евангелие с рассказа о рождении, о событиях рождения, зачатия святого Иоанна Крестителя. Таким образом, мы видим, что выражение «от начала» не просто дань форме, а отражает реальное содержание Евангелия от Луки. «До того дня, в который он вознесся, дав святым духом повеление апостолам, которых он избрал». Действительно, Евангелие от Луки, оно завершается достаточно подробным описанием вознесения Христа. Именно поэтому мы можем утверждать, что он в этих строках кратко напоминает о содержании своего предыдущего труда. В третьем стихе упоминается о каких-то верных доказательствах, с которыми Христос являлся своим ученикам после своего воскресения. Что это за доказательства? Доказательства чего? Доказательства воскресения. Какие это были доказательства? Прежде всего, это многочисленные трапезы Христа с учениками. Действительно, возникает вопрос, а почему евангелисты такое внимание уделяют именно совместному принятию пищи Христа со своими учениками? Эти трапезы служили доказательством того, что Христос действительно воскрес плотью, потому что только человек, имеющий плоть, может вкушать пищу. В этом смысле трапезы Христа с учениками находятся в логической связи с другими способами, благодаря которым Христос доказывал ученикам свою телесность. Когда, например, апостолу Фоме предложил прикоснуться к нему, вложить свои персты в его раны. Когда, обращаясь ко всем апостолам, предложил потрогать его и осизать его кости и плоть, поскольку дух, как говорит Христос, не имеет костей и плоти, как их имею я. Вот это и были доказательства, многочисленные в связи с постоянными повторениями, многочисленные доказательства воскресения Христа. На протяжении сорока дней, то есть с момента воскресения до момента вознесения, Христос являлся им и говорил с ними о Царстве Божием. Почему понадобился такой срок сорок дней? Для того, чтобы у учеников была возможность прожить этот очень важный этап евангельской истории вместе со Христом. После христовых страданий, поражения, которые получили ученики, после его воскресения, они должны были в результате некого продолжительного опыта иметь с ним общение, чтобы потом они могли с уверенностью основаны на личном опыте, как пишет евангелист Иоанн Богослов, что осизали наши руки, что видели наши глаза, чтобы они на основе этого личного опыта общения с воскрешенным Христом могли потом проповедовать его воскресение, как свидетели в прямом смысле этого слова. Что же касается разговоров Христа с учениками о Царстве Божием, то смысл этой фразы, он раскрывается в последующем повествовании Книги Деяний, а именно в описании беседы Христа с учениками, которые мы видим в первой главе с 4 по 8 стих. Что же это были за беседы Христа с учениками о Царстве Божием? Смысл этих слов, он раскрывается в следующем повествовании первой главы, а именно в стихах с 4 по 8. В этом смысловом отрывке мы узнаем содержание этих бесед Христа с учениками о Царстве Божием. Во-первых, он повелел им не отлучаться от Иерусалима. Это повеление Христос дает ученикам во время трапезы. Несмотря на то, что первая фраза 4 стиха звучит как «И собрав их, он повелел им», здесь в данном случае более правильно было бы перевести текст книги Деяний, как «Имея совместную трапезу с учениками, или обедая с учениками, или вкушая с учениками, он повелел им». Поскольку действительно употребленный здесь глагол, он имеет значение «собирать», однако одно из значений этого глагола более ранних – это участие в совместной трапезе. Такой перевод, видите, здесь наиболее адекватным, поскольку в евангельском повествовании мы видим, что Христос именно во время трапезы сообщал ученикам те или иные важные для них откровения, и именно во время трапезы осуществлял общение с ними. Повеление не отлучаться от Иерусалима имел для учеников специальный смысл. Ведь именно в Иерусалиме ученики потерпели поражение. Именно там они испытали наибольший страх – страх потери своего любимого учителя и страх перед тем, что гонения, обрушившиеся на Христа, они могут перейти на них. И именно там, где они испытали наибольший страх, именно с этого места они должны будут начать безбоязнно и смело проповедовать Евангелие, проповедовать воскресение Христов. С другой стороны, у этого повеления может быть и следующий смысл. Ведь если вы, ученики, ушли в какую-то другую землю, в другой город, в другую страну, то всегда у их оппонентов был бы следующий аргумент. Вот смотрите, здесь эти обманщики, они потерпели неудачу, поэтому они ушли в другой город, в другое место, и тем людям, которые ничего не знают о них, пытаются проповедовать свое новое учение. Они остаются в Иерусалиме не просто так. Они должны ждать обещанного от отца, о чем вы слышали от меня. Здесь мы видим отсылку к Евангелию от Иоанна, когда Христос обещает ученикам послать им другого утешителя, Духа Святого. И вот сошествия Духа Святого они должны ждать в Иерусалиме. События сошествия Духа Святого Христос называет крещением или крещением Духом Святым. Христос, более того, устанавливает отличие крещения Иоаннова от христианского крещения. Хотя здесь и не объясняется, в чем это различие по сути, но мы можем догадаться. Как говорит Христос, Иоанн крестил водой. То есть, с внешней стороны Иоанн совершал ритуальное мовение, так называемое миква, которое практиковалось в иудейской среде. Да, это ритуальное мовение, оно сопровождало то покаяние, которое перед лицом Божиим и перед Иоанном Крестителем люди приносили в сокрушение своего сердца. И в знак очищения, как символ очищения, Иоанн омывал их водой. Что же касается крещения Духом Святым, оно, очевидно, отличается от этого крещения водой. В чем же? Христианское крещение является участием или приобщением к смерти и воскресению Иисуса Христа. Погружаясь в воды крещения, человек умирает по подобию смерти Христовой, как бы умирает со Христом и погребается вместе с Ним. Выходя из воды, человек символически воскресает со Христом. Таким образом, христианское крещение есть путь причастности к Христу через символическое участие в Его страданиях и в Его воскресении. Ученики задают Иисусу Христу очень интересный вопрос. Не в это ли время, Господи, Ты восстановишь Царство Израилю или Царство для Израиля? Если мы вспомним евангельское повествование, то мы увидим, что Христос иногда упрекал своих учеников за недопонимание ими каких-то сторон евангельского учения. И здесь мы видим, что деписатель Лука абсолютно беспристрастно описывает внутреннее состояние учеников, которое пока еще далеко от подлинного просвещения Духом Святым. Они задают Христу вопрос, который находится абсолютно в контексте их исторического иудейского мировоззрения, согласно которому все-таки Христос – это, с одной стороны, исполнитель закона, и, с другой стороны, это вождь Израиля, который восстановит Израильское царство в его, конечно, земной славе. И все-таки мы видим, что в этом вопросе учеников Христос обретает черты именно земного торжествующего правителя, что, конечно же, выглядит как-то неуместно и неловко на фоне тех событий, которые сейчас происходят. Именно поэтому Христос им говорит «Не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в Своей власти». Конечно же, Христос, отвечая на этот вопрос, имеет в виду наступление Царства Божия во время Его Второго пришествия, но ученики пока не способны это понять. Примечательное то, что Христос не уклоняется здесь от ответа. Он им говорит «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой». То есть сейчас вы не способны это понять, но силу к пониманию Божественного Откровения, к правильному пониманию вы примете тогда, когда сойдет Дух Святой, и уже не будете больше задавать таких неуместных вопросов. Вместо наступления Царства, которое мыслит с учениками все-таки в каких-то земных чертах, Христос им обещает, что они будут Его свидетелями в Иерусалиме, в Иудее, в Самарии и даже до края земли. Слово «свидетель» здесь ключевое. Они будут свидетелями воскресения Христа. А как можно серьезно и с полной уверенностью свидетельствовать о воскресении Христа? Конечно, если ты готов умереть, потому что ты проповедуешь воскресение плоти, значит, смерть тебе не страшна. И в этих словах мы видим предсказание мучающей кончины большинства апостолов. В нашей славянской традиции греческое слово «мартис», «свидетель» переводится слово «мучник», в котором, конечно же, отражается внешняя сторона мученического подвига. Суть же этого подвига прежде всего в свидетельстве о воскресении Христа и только потом в готовности принять страдания за него. После этой беседы в первой главе книги Деяний в 9 стихе следует повествование о вознесении Христа. Надо сказать, что последняя беседа Христа с учениками о Царстве Божием, которое явит себя в пришествии Духа Святого и последующие за этим описанием вознесения, они полностью соотносятся с окончанием Евангелия от Луки. В окончании Евангелия от Луки, в эпилоге, мы видим на самом деле краткое описание того, что в более полном виде присутствует в первых стихах книги Деяний. Как же описывает деписатель Лука вознесение Христа? «Сказав это, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их». Конечно же, Христос по своей божественной природе не мог никуда перемещаться. Бог присутствует везде. Поэтому здесь речь идет о вознесении человеческой природы Христа. Когда мы говорим о вознесении Христа на небо, мы должны понимать и чувствовать библейский язык, который очень часто использует знакомые нам понятия для выражения каких-то истин, для выражения предметов нам абсолютно незнакомых. Поэтому, конечно же, небо, на которое возносится Христос, это не земная атмосфера. Этим словом обозначается духовный, божественный мир. Что же касается облака, на котором возносилась человеческая природа Христа, здесь мы должны вспомнить весь контекст священного писания в целом. Мы можем вспомнить облачный столб, который шел впереди израильского стана в книге «Исход». Мы можем вспомнить облако, которое осенило скинью откровения. Мы можем вспомнить облако, которое осенило новопостроенный Иерусалимский храм. Мы можем вспомнить уже в повествовании Нового Завета облако, которое явилось в момент преображения Господня. Облако в Священном Писании является символом богоявления, символом божественного присутствия. Поэтому и в данном повествовании под облаком не имеется в виду вода в газообразном состоянии, а, конечно же, особое и видимое явление славы Божией, благодаря которой и стало возможно вознесение человеческой природы Христа. В чем же состоит богословский смысл вознесения Христова? Здесь мы можем в качестве толкования обратиться к первому посланию апостола Павла к Фессалоникийцам, 4 глава, 7 стих. Апостол Павел пишет, «Потом мы, оставшиеся в живых», а речь здесь идет о втором пришествии Христа, «вместе с ними», то есть с воскресшими мертвыми, «восхищены будем на облаках, в сретении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Из этих строк мы видим, что вознесение людей на небо фактически в точности повторяет вознесение Христа. И мы можем сделать такой вывод, что Христос воскрес, чтобы мы воскресли, и Христос вознесся на небо, по мысли апостола Павла, чтобы и мы получили возможность этого вознесения. После повествований о вознесении Христа в 10-11 стихе, где писатель Лука рассказывает о явлении ангелов, которое последовало сразу после событий вознесения. Когда ученики еще смотрели на небо, им вдруг предстали два мужа в светлой одежде и сказали, «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо, этот Иисус, вознесшийся от вас на небо, таким же образом придет, каким вы видели его, восходящим на небо». Сразу после вознесения Христа ученики получают откровение о его втором пришествии. Действительно, второе пришествие Христово является завершением и исполнением всего дела спасения рода человеческого. Да, Христос совершил все. Он умер и воскрес. Но плоды искупительных страданий Христовых и его воскресения будут усвоены человечеством во время второго пришествия Христова. Поэтому, если древние израильтяне с надеждой ждали его первого пришествия, то мы с надеждой, которую мы каждый раз исповедуем в молитве «Отче наш, да приедет царствие Твое», мы с надеждой ожидаем его второго пришествия, с которым будет связано и всеобщее воскресение, и вознесение ко Господу, и суд, который навсегда отделит добро от зла. Из этих строк мы видим, что образ второго пришествия Христова в чем-то будет похож на его вознесение. «Придет, — говорят ангелы, — таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». Следующий смысловой отрывок первой главы, стихи с 12 по 14, раскрывает нам историю тех десяти дней между вознесением и Пятидесятницей, когда апостолы пребывали в Иерусалиме в единстве друг с другом и в молитве. Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемый Елеон, который находится близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути. Что такое расстояние субботнего пути? Мы с вами знаем, что иудеи очень почитали заповедь о субботе, о субботнем покое, и эта заповедь обрастала множеством мелких, детальных и мелочных толкований, и было правило, согласно которому в субботний путь благочестивый человек мог проходить не более двух тысяч локтей, или пяти-шести стадий, или в переводе на современные меры длины расстояние 900 метров. Если передвижения человека не превышали этот лимит, то считалось, что он не нарушил субботу, поскольку суббота – день покоя, а всякое движение – это есть работа и следовательно нарушение этой заповеди о покое. Свидетель Анатолий Затауст высказывает догадку, что, возможно, указание на субботний путь здесь присутствует по причине того, что сами события Вознесения проходили в субботу. Ну вот это мнение святого Затауста мы оставляем здесь в качестве его гипотезы. В этом отрывке также перечисляются имена апостолов. Когда в Библии и при чтении Священного Писания мы доходим до перечисления имен, мы иногда пытаемся как можно быстрее прочитать эти стихи, поскольку имена, как правило, мало о чем говорят и отнюдь не являются занимательным чтением. Но это не совсем правильно, поскольку если мы с вами попытаемся сопоставить списки 12 апостолов, которые присутствуют в четырех книгах Нового Завета, а именно в Евангелии от Матфея, в Евангелии от Марка, в Евангелии от Луки и в книге Деяний, если мы сопоставим эти списки друг с другом, мы тоже сможем получить немало интересных для нас сведений. Если мы расположим эти списки апостолов рядом друг с другом, то мы увидим ряд интересных закономерностей. Все 12 апостолов делятся на три группы по четыре человека. И если имена внутри одной группы могут в зависимости от той или иной книги Священного Писания меняться местами, то никогда имя апостола из одной группы не переходит в другую группу. В первой группе всегда будут присутствовать Андрей, Петр, Иаков и Иоанн, братья Заведеевы. Во второй группе будут всегда Филипп, Фома, Варфоломей и Матфей, а в третьей группе Иаков Алофеев, Леви Фадей, Симон, Канонит и Иуда Искалиот, предатель. О чем говорит это деление на группы? Тем более, что евангельские повествования были написаны уже спустя много лет после самих евангельских событий. То есть мы видим, что в способе перечисления апостолов наверняка отразились какие-то особые представления о их роли в деле проповеди, о их роли в христианской общении. Возможно, возможно, эти деления на три группы, они как-то соответствуют географическим направлениям проповеди, которые для себя избрали те или иные апостолы. Но мы остановимся пока просто на утверждение, что такое явление есть, что мы видим деление на эти группы, хотя окончательный ответ этот вопрос вряд ли пока сейчас возможен. Некоторые сложности возникают при чтении имен из третьей группы. Яков Алфеев, Леви Фадей, Симон Канонид, Иуда Искариот, у евангелистов Матфея и Марка в точности не повторяют имена, которые мы видим в книгах Луки, а именно Симон Канонид у Луки называется Симон Зелут. Здесь возможно следующее объяснение. Слово Канонид в переводе с арамейского языка означает ревнитель, то же самое, что и Зелот, Зелотис по-гречески. Поэтому мы можем сделать вывод, что, скорее всего, деописатель Лука сделал перевод этого прозвища на греческий язык для большей понятости, поскольку и аудитория, к которой обращался деописатель Лука, это, прежде всего, аудитория грекоязычная. Леви, прозванный Фадеем у Матфея и Марка, у евангелист Луки выступает под именем Иуды или Иуда Иаковлева. Конечно, мы не можем предполагать, что здесь имеются в виду разные люди. Мы изначально основываемся на том, что евангельское повествование дает нам некий единый срез и апостольской традиции. Поэтому самым правильным объяснением подобной разницы было бы признание нами, что здесь употребляются разные имена одного и того же человека. Согласно древней традиции в Римской империи того времени человек имел минимум три имени. Это имя личное, имя семейное или родовое имя и когномен, прозвище. возможно, что какое-то из этих имен является его личным, какое-то является родовым, а какое является прозвище. Это мы можем утверждать. А какое из этих имен в каком порядке будет правильно расположить, если мы будем писать полное имя этого апостола, конечно, на этот вопрос возможно и нет ответа, но это и не так важно. Так что мы имеем дело с человеком по имени Левий Фадей Иуда или Иуда Левий Фадей. Обозначение этого апостола как Иуда Иаковлева означает только то, что он был братом Иакова, поэтому, по сути, дело к содержанию самого имени, к составим частям, большого отношения не имеет. Вот на примере сравнительного анализа списков апостолов в разных книг Нового Завета мы, наверное, можем убедиться, что иногда может быть следует быть более внимательными к тем частям Священного Писания, которые нам кажутся скучными и мало информативными. Наряду с апостолами в этом отрывке упоминается Матерь Иисуса и братья Его. Это интересно, поскольку это одно из немногочисленных упоминаний о Богородице в Новом Завете, а также свидетельство того, что братья Иисуса Христа, то есть сыновья Иосифа от первого брака, который был до браком с Марией, они уже уверовали в Него, хотя из евангельского рассказа мы с вами знаем, что его близкие родственники не сразу поверили в Него как в Спасителя и как в Мессию. Завершается рассказ первой главы описанием избрания апостола Матфея на место отпавшего Иуды. Этот рассказ обнимает 15-26 стихи первой главы. Происходит собрание первохристианской общины человеку около 120 достаточно немногочисленной. И Петр, святой апостол Петр обращается к ученикам мужей и братьев надлежало исполниться тому, что предрек Дух Святой устами Давида об Иуде. И вот здесь, наверное, логично услышать, а что же святой пророк Давид предсказал о Иуде. Но эти свидетельства из Псомов Давида будут приведены святым апостолом Петром позже. Святой апостол Петр неожиданно меняет направление своего рассказа, и вместо того, чтобы привести цитаты, которые здесь напрашиваются, он начинает рассказывать о последних днях жизни Иуды, о его трагической гибели, о промыслительном, конечно, в трагическом смысле значение его кончин, его смерти, и только потом возвращается к цитатам. И здесь, может быть, следует задуматься, а почему вот таким интересным образом построена речь апостола Петра. Я смею предполагать, что здесь отражена устная традиция, и тот человек, который записал эту речь апостола Петра, он попытался произвести воспроизвести ее максимально точно, поскольку именно во время живой речи очень часто мы, имея в виду один предмет, часто делаем, как нам кажется, осознанное или неосознанное различного рода отступление, уточнение, потом опять возвращаемся к тому рассказу, который мы начали. Поэтому вот подобного рода структуры речи апостола Петра может являться свидетельством подлинности вот тех слов, которые здесь описаны. Интересно то, что гибель Иуды описывается апостолом Петром более подробно, чем в евангельском повествовании. Евангелие говорят нам достаточно скупо о смерти Иуды. Он пошел и удавился, то есть повесился. Апостол Петр говорит о том, что в момент своей смерти Иуда погиб трагически, когда незринулся, расселось чрево его, выпали все внутренности его, то есть он получил какие-то травмы несовместимые с жизнью. Как в деталях согласовать евангельский рассказ и уточнение, которое здесь приводит апостол Петр, мы не знаем, но мы знаем, что эти две картины, они дополняют друг друга и отнюдь не противоречат одно другому. Он был, говорит Петр об Иуде, вождем тех, которые взяли Иисуса, то есть он привел как предатель врагов Иисуса к нему, был сопричислен к нам и получил жребий служения сего. Какого служения? Апостольского. Но приобрел землю неправедную мздой. Вот это очень интересное выражение, поскольку вот в этой фразе мы видим особую поэтику речи апостола Петра. Что значит приобрести землю неправедную мздой? Нечестно ее купить. Но разве Иуда покупал какую-либо землю? Нет, конечно. Но мы понимаем, что за те деньги, за которые Иуда предал Христа, а именно 30 серебряников, можно было купить участок земли. И может быть Иуда, мечтая о том, как он проведет остаток своих дней, думал об этом земельном участке и желал получить эту выгоду от предательства Христа. Но приобрел эту землю, он не приобрел конечно ее, но хотел приобрести неправедным путем. Он не приобрел эту землю в буквальном смысле, но он приобрел ее именно в том смысле, что деньги предательства, которые он вернул фарисеям, они послужили достаточным основанием для покупки земли для погребения странников. То есть за деньги предательства был куплен участок под кладбище. И здесь мы тоже можем видеть определенную горечь в словах апостола Петра. Человек искал хорошей жизни, ценой предательства, а приобрел землю мертвых, кладбище, да еще неправедным сдой. Более того, какую еще землю приобрел апостол Иуда? Та земля, на которой он погиб, на которой он повесился, стал называться землей крови. земля-то на Отечественном их наречии называется Акел-дама, то есть земля крови. Мы видим здесь в речи апостола Петра как бы несколько слоев смысла, и поэтому апостол Петр здесь не просто передает нам некие исторические сведения, мы видим, что они особым образом осмыслены, и даже с некой долей поэзии, и мы видим здесь такое образное мышление апостола Петра. Так вот, апостол Петр, тем не менее, приводит цитаты из псалмов, которые, по его мнению, являются пророчеством о Иуде-предателе. «Да будет двор, его пуст, и да не будет живущего в нем». Действительно, как точно. Не будет живущего в нем. тех людей, которые будут находиться на земле, которую в кавычках купил Иуда, нельзя назвать живыми, это будут мертвые, похороненные на этом кладбище. Достоинство его да примет другой. Оба эти отрывка, пророческие отрывка находятся в псалмах 68, стих 26, и в псалме 108, стих 8. Закончив рассказ об Иуде, апостол Петр предлагает избрать нового человека на место отпавшего Иуды. Надо, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который он вознесся от нас и вместе с нами был свидетелем воскресения его. Здесь апостол Петр предъявляет особые критерии к кандидату в апостол. Этот человек должен быть не просто благочестивым человеком, но он должен быть свидетелем фактически всего служения Христа, начиная с крещения Иоаннова все это время вплоть до момента воскресения, поскольку смысл апостольской проповеди. Это свидетельство о воскресении Христа, следовательно, и апостол должен быть непосредственным созерцателем всех этих событий. И вот из всех 120 человек находятся двое, которые отвечают этим требованиям. Иосиф, называемый Варсавой, который прозван Иустом, и Матфей. Несколько возвращаясь назад, хотелось бы остановить ваше внимание на первом кандидате Иосиф, Варсава и Иуст. Это три имени одного и того же человека. Имя Иосиф здесь является его личным именем, согласно традиции того времени. Варсава имя родовое, сын Саввы, и Иуст как гномен или прозвище, в данном случае это латинское прозвище, Иустус, что значит справедливый. И Матфей. После молитвы был брошен жребий, который указал в пользу Матфея, и он был причислен к одиннадцати апостолам. Но перед тем, как бросить жребий, апостолы произносят молитву. Ты, Господи, сердцеведец всех, покажи из сих двоих одного, которого ты избрал. Кто конкретно произносит молитву, здесь не указано. Но мы можем догадаться об этом. В этой молитве Господь назван сердцеведцем. В книге деяний Господа называют сердцеведцем еще один раз. В пятнадцатой главе апостол Петр, произнося речь на апостольском соборе, называет Господа этим именем. Поэтому мы можем сделать вывод, что и молитву от лица всех произносил именно апостол Петр. Возможно, здесь отразились какие-то личные моменты судьбы апостола Петра. Ведь именно Господь открылся ему как его сердцеведец. Он хотел быть ревностным последователем Христа, но Господь провидел его сердечную слабость и предсказал его предательство. И Господь, опять-таки, зная любовь Петра к нему, восстановил его в апостольском достоинстве, когда апостол Петр сказал, Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя. Спасибо за субтитры.